Не суди человека по первому взгляду. Сколько раз мы уже это слышали. Но проходя мимо пьяницы, наркомана или бомжа, мысли осуждения так и лезут в наши головы. А ведь мы не знаем ничего об этих людях, не знаем их детства, не знаем трагедии обстоятельств, повлекших их падение. Иногда, протянув руку помощи тем, от кого кажется отвернулся весь мир, происходит самое настоящее чудо. У нас просыпается любовь. А чаще всего те люди, которые на первый взгляд нуждаются в критике, порой оказываются самыми светлыми и добрыми людьми на Земле. Сегодня я расскажу вам всего две истории, но каждая из них заставит нас задуматься о многом. Эту историю рассказал Михаил Фатахов. Однажды я ехал в электричный. И вдруг в нее входит бомж. Синяк синяком. Морда опухшая. На вид лет тридцать. Оглядевшись, он начинает голосить. Граждане, господа. Я три дня не ел. Ну честно. Воровать боюсь, потому что сил нету бежать. Ну а кушать очень хочется. Подайте кто сколько сможет и на лицо не смотрите. Ну да, пью я. И то, что дадите, наверное, тоже пропью. Закончив свой честный диалог, он пошел по вагону. Народ у нас добрый. Быстро накидали бомжу рублей пятьсот. В конце вагона он остановился, повернулся к пассажирам лицом, поклонился им в ноги. Спасибо, граждане и господа. Дай вам всем бог здравия. И тут вдруг сидящего последнего окна злобного вида мужик вдруг как заорет на бомжа. Ах ты мразь. Денег просишь? А мне может семью нечем кормить? А меня может уволили третьего дня. Но я вот не прошу, как ты мразь. И тут бомж подходит к нему, достает все из своих карманов, все что у него было. Тысячи две, наверное, разными бумажками с мелочью. И протягивает мужику. На, возьми. Тебе нужнее. Что? Фонареет мужик. Ну возьми. Тебе же нужно. А мне еще дадут. Люди же добрые. И всоет деньги мужику в руки, отворачивается, распахивает двери и уходит в тамбур. Эй, стой! Скакивает мужик. И с деньгами в руках убегает за бомжом в тамбур. Весь вагон изговаривать замолчал. Минут пять мы все внимательно слушали диалог в тамбуре. Мужик кричал, что люди никченые, а бомж уверял, что люди добры и прекрасны. Мужик пытался вернуть деньги бомжу, но тот обратно денег не брал. Накончилось все тем, чтобы он уж пошел дальше, а мужик остался один. Возвращаться он не спешил. Поезд остановился на очередной станции. Вышли и вошли пассажиры. Мужик тоже вошел обратно в вагон и присел на свое место у окна. На него уже особо никто внимания не обращал. Вагон уже жил своей обычной жизнью. Поезд иногда останавливался. Кто-то выходил, а кто-то входил. Так мы проехали еще остановок пять. Вот уже и моя станция. Я не спеша встал и пошел на выход. Проходя мимо мужика, я бросил на него беглый взгляд. Он сидел, отвернувшись к окну и плакал. Эта история очень сильно поразила меня. Я очень долго думал. А ведь люди встречаются не случайно. Душа у второго мужика проснулась. И я уверен, теперь ему жить будет гораздо легче. А бомж, пьяница на первый взгляд и неудачник, оказался очень добрым и светлым человеком. О этот случай рассказала одна женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Однажды я шла вечером домой с тренировки. Иду и вижу. Дедушка, совсем старенький, упал на асфальт и встать никак не может. Все мимо проходящие люди шарахаются от него. Наверное, думают, что он пьяный. А он мучит что-то себе под нос и руки к ним тянет. Меня мама с детства учила помогать всем и каждому по мере своих возможностей. Так я подошла к нему и спрашиваю. Вам помочь? А он ничего разумительного ответить не может. Только мочит и руки ко мне тянет. Проходящая женщина сделала мне замечание. Да отойди от него. Не видишь, он пьяный. Еще заразу какую поцепишь. Да он же грязный весь. Испачкаешься. Фу. Приглядевшись, я увидел, что у дедушки все руки в крови. И тут на меня напал недетский ужас. На мой вопрос, что с ним случилось, я тоже не получил разумительного ответа. Только мычание. И он обреченно поднял с земли валяющийся рядом пакет. Там были осколки бутылок из-под пива. Он подобрал с земли еще пару осколков и положил их в пакет. Так вот почему у него руки в крови, подметила я. Я стал вытирать ему руки влажными салфетками. Чтобы потом поднять и довезти до дома. Может я и плохая, но мазать одежду в крови честно не хотелось. Да вытирав руки, я подняла дедушку. На мой вопрос про адрес, он не отреагировал. Начал опять что-то невнятно бормотать. Я не понимала его, сколько бы не вслушивалась. И он, видимо поняв, что я туплю, начал указывать мне рукой, куда идти. Так я довела его до многоэтажки, стоявшей в этом же дворе. Он показал мне на домофон и на пальцах показал два числа. Я сразу догадалась, что это номер его квартиры. Я позвонил в нужную квартиру и оттуда донесся взволнованный женский голос. А дедушка снова что-то замычал. И через считанные секунды к нам на улицу выбежала женщина и мужчина. Они сначала накинулись на дедушку, начав рассматривать, как он, не случилось ли чего с ним. А затем, мужчина поблагодарив меня, взял дедушку на руки и понес в квартиру. А женщина стала все спрашивать, чем они могут меня благодарить. Я отказалась и уже хотела было уходить, как женщина вдруг попросила меня подождать еще минутку, будто что-то вспомнив. Она мигом рванула подъезд и через минуту появилась с огромной корзиной малины. Свойская, похвасталась она. Я поблагодарил ее, но брать отказалась. Да бери, бери, настаивала она. Мы чуть с ума не сошли, когда приехали с дачи и увидели, что деда дома нет. А все дело-то в чем? Его на войне немцы в плен поймали. И он, чтобы не проболтаться, он у нас высокий пост занимал. Взял, да язык себе поранил. Ну а там же не до санитарии было. Пока я с плена выбрался, загноение началось и ему пол языка пришлось ампутировать. Вот теперь он и не разговаривает толком. Только звуки издает, как глухонемой. А тут еще у нас во дворе, на детской площадке, повадились по вечерам подростки пить пиво. Бутылки кидают куда ни попадя, но уже и жалобы в полицию писали, чтобы приняли меры. Ведь дети всю эту грязь в руки берут, а то еще хуже, а стекляшки ноги и руки сколько раз резали. Вот дедушка и повадился, после того, как Сонечка, дочка моя, ножку порезала, ходить, да за этими свиньями стекло убирать, чтобы дети не поранились. А он же у нас старенький, ноги толком не держит. Мы его уже и так и этак уговаривали не ходить. Ключи прятали от квартиры, а он, зная себе, ходит. А один раз так упал, я пока со смены пришла. Пять часов на холодной земле пролежал. Никто не помог. Вот и сегодня мы уже собирались идти его искать. А тут, глядим, звонок в дверь. Спасибо тебе большое. После рассказа женщины я немела. Она сунула мне в руки корзину и я, поклонившись ей, да-да, поклонившись, слов я не смогла тогда найти никаких, поплевась домой. На полпути я заплакала. Но почему у нас в стране все так? Почему мы думаем только о себе? Я обращаюсь ко всем, если вы видите, что человек упал и не может встать, не приписывайте его сразу к пьяницам. Подойдите к нему, может ему необходима ваша помощь. И особенно это касается молодежи. Давайте не будем забывать, что мы люди, а не свиньи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok